МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь Викторовна, где вы работаете, почему именно учитель? Я работаю в данный момент в школе номер 17, это многопрофильная школа, учителем физики, преподаю физику в этом году у учащихся с 7 по 11 класс. На следующий год мы планируем немножечко раннюю профилизацию вводить, будет с 5 класса физика изучаться. Почему именно учитель? Наверное, все-таки должны быть у каждого человека в жизни какие-то кумиры. Уже в 7 классе я совершенно четко знала, что я буду работать учителем благодаря своей учительнице математики Епихиной Марине Александровне. Юлия Валерьевна, хотелось бы вас спросить, как у члена жюри, чем отличается, может быть, конкурс прошлого года от настоящего? Вот в чем есть разница? Вы в том году также были участницы, победители. Расскажите немного об этом. Конкурс хорош тем, что он хранит традиции уже в течение 26 лет. То есть это 26-й конкурс проходил на прошлой неделе в нашем городе. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что профессия педагога тоже представителям этой профессии год от года предъявляет все новые требования. В связи с тем, что меняются дети, меняются социальные условия, наш окружающий мир, экономические, политические условия. Поэтому соответствующие требования, которые предъявляет социум к педагогу, находят отражение и в модели конкурса. И, в принципе, из года в год незначительные изменения все-таки в конкурс приходят. Однако в этом году изменения были довольно-таки заметные. В частности, конкурс стал более похожим по своей модели проведения на всероссийский этап данного конкурса. Сделано это для того, чтобы Любовь Викторовна, которая будет представлять Рязанскую область на всероссийском конкурсе, уже знала, через какие испытания ей предстоит пройти. В частности, в этом году добавлен конкурс, который называется «Образовательный проект» и конкурс под названием «Интервью с журналистами». Расскажите, как вам эти испытания? Что было, может быть, самым сложным среди этих перечисленных моментов? Самым сложным всегда является урок. Это, еще раз говорю, самый интересный элемент конкурса, самое интересное конкурсное испытание, и в то же время самое сложное. С другой стороны, испытания, которые были в суперфинале, образовательный проект, интервью с журналистами, они, наверное, пугали именно своей новизной. А вот образовательный проект, именно как он проходил, в чем заключался? Участники разбивались на группы по три человека путем случайной жеребьевки. Потом мы должны были, нас в сцене, в присутствии всех членов большого жюри, определить тему образовательного проекта, то есть, что бы мы хотели изменить в нашем, ну, может быть, пока региональном образовании, может быть, потом и в российском. И дальше нам давалось три часа на разработку этой темы, а на следующее утро мы представляли перед аудиторией наши разработки. То есть, это практически с незнакомыми людьми, но с малознакомыми вы должны были сходу придумать. Да, да. То есть, оценивалось умение сотрудничать, работать в группе, как бы находить компромиссы какие-то, потому что, естественно, что у каждого члена группы будут свои идеи, у каждого свои мечты по изменению нашего образования, менять в нем много что можно. Поэтому было важно найти компромисс. Ну и что же вы придумали? Мы придумали разработать модель такого образовательного учреждения, в котором будет введена ранняя профилизация по разным предметам. Ребята должны иметь возможность выбора, ориентироваться в своей профессии будущей, возможно, переходить из одного профиля в другой и впоследствии уже к сознательному возрасту, к старшему звеню определиться совершенно однозначно, кем они хотят быть в жизни. Ну вот как вам такая идея? Именно идея ранняя профилизации? Да. Но я смотрела на эту идею с другой стороны. Я оценивала не столько саму идею, сколько вообще представленные проекты. Любая идея должна находить достойную реализацию. То есть важна не сама идея, а важно, как ее преподнести. Если это сделано умело, если это сделано с опорой на какую-то научную базу, то я думаю, что, конечно, в руках хорошего управленца и хорошая педагогическая команда, эта идея, я думаю, действительно поможет ученикам такой школы определиться с будущей профессией. А вот скажите такой вопрос. Как вы относитесь к ЕГЭ? Очень хорошо. Соглашусь. Очень хорошо. Это своеобразный итог, когда ребенок имеет возможность показать все, чему он научился за весь курс средней школы. Вот и все. Это систематизация знаний в конце обучения, это систематизация знаний перед переходом в ВУЗ, в высшее учебное заведение. И если ребенок мотивирован на то, чтобы поступить в хороший ВУЗ, он будет мотивирован на то, чтобы добиться хороших результатов на ЕГЭ, показать высокие баллы. А это сделать можно только через решение заданий части С, как мы ее раньше называли, или второй части сейчас. А это говорит о том, что если ребенок такие задания решает, значит, он глубоко знает предмет. Без этого просто сделать это невозможно. Я говорю за свой предмет, на ЕГЭ по физике натаскаться нельзя. Здесь нужно понимать и чувствовать. Ну вот скажите, в плане физики, какие вопросы в основном возникают у детей? Все ли они понимают? И что им больше всего хочется от вас узнать? Самые такие вопросы, наверное, где применять те знания, которые мы получаем. То есть это, опять же, современный подход к образованию, он мотивирует учителя на то, чтобы использовать не просто деятельностный подход в обучении, то есть мы сразу на уроках пытаемся посмотреть с ребятами, попробовать руками, как и что можно применить. А еще и очень важен такой аспект, как применение в обычной жизни. И плюс применение для обеспечения безопасности жизни, деятельности ребенка. Поэтому буквально каждая тема по физике, она настолько наполнена вот этим содержанием, если сейчас начну все рассказывать, будет очень долго. Но действительно, каждый урок абсолютно, начиная с того, как выйти на дорогу и не быть сбитым машиной, в какой куртке это сделать, я не знаю, как осветить свой велосипед, когда ты катаешься на нем. А вот скажите, такой насущный вопрос сейчас, как у учителей хочу у вас спросить. По истории, например, вот многие сейчас люди вводятся в заблуждение. Где-то 70-80% американцев вообще думают, что Вторую мировую в борьбе против фашизма выиграли они. Вот как именно русские дети, русские школьники оценивают позицию Великой России вот в этом плане? Вы знаете, уровень патриотизма у наших детей очень высокий. Что бы про них ни говорили, как бы они не ориентировались на Запад в своих мировоззренческих суждениях, но уровень патриотизма у них очень высокий. И если только их идеалы западные начнут говорить, что Россия не является великой, они будут с ними спорить и будут отстаивать нашу страну. Да, я соглашусь с Любовью Викторовной. Действительно, в истории много спорных моментов. Но мне кажется, что именно эта страница нашей истории и в учебниках истории отражена примерно в едином ключе. И, в принципе, если мы посмотрим на ту социальную работу в молодежной среде, которая проводится каждый год в преддверии Дня Победы и после него, на череду мероприятий, которые проходят, на то, как проходят эти мероприятия торжественно, сколько много в эти дни проходит различных акций и проектов именно для школьников, каждый год они могут поучаствовать. Они находят портреты своих предков, они вешают эти портреты в школах, готовят доклады, какие-то рассказы, оформляют в интернете, на страничке есть акции «Георгиевская ленточка» в интернете. Я думаю, что сейчас очень много таких моментов, которые могут именно вовлечь школьников в участие в таких мероприятиях, посвященных памяти Великой Отечественной войны. Поэтому мне кажется, что здесь действительно наша молодежь, подрастающее поколение, будет едина в мнении относительно итогов войны и едино в плане тех чувств, которые они испытывают. Хорошо, расскажите, вот еще вам предстоит финал Всероссийского конкурса. Вы как собираетесь готовиться? Хватит ли у вас времени, сил? Где вы будете искать знания? Хороший вопрос, на самом деле. Обещали поддержку оказать все наши Рязанские институты, Рязанские педагогические университеты, Рязанский институт развития и образования, Министерства образования. Наверное, самое ценное – это опыт тех педагогов, которые уже участвовали в конкурсе. Вот с Юлей Валерьевной мы много по этому поводу общаемся. С Екатериной Алексеевной Филипповой тоже были разговоры. Она дает много советов, достаточно ценных. Потому что все мы несовершенны, конечно. Наши материалы нужно корректировать очень много. Все лето впереди, будем работать. Спасибо. Я желаю вам дальнейших побед, дальнейшего успеха в вашей работе с учениками и развития личностного. Спасибо. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Подробности». Увидимся. Не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин